На должность градоначальника через конкурс. В Наринмаре идет прием документов от потенциальных участников на должность мэра. Заявить о своем участии можно до 16 января. Сам конкурс по отбору состоится 30 января. Конкурс будет проводиться в форме собеседования с каждым претендентом отдельно. Кандидат будет оцениваться на основании представленных им документов и результатов собеседования. Стать новым главой Наринмара может любой желающий. Главное – соответствовать заявленным требованиям. Все они прописаны в положении конкурсу. Предпочтительными требованиями являются наличие высшего профессионального образования, а также знания и навыки, оперативного принятия и реализации управленческих решений, организации и обеспечения выполнения задач, анализа и прогнозирования, правотворческой деятельности, ведение деловых переговоров, публичного выступления и многие другие. Оценивать претендентов на должность мэра будет специально созданная комиссия. Пятеро членов конкурсной комиссии от городского совета были избраны городским советом путем открытого голосования, рейтингового голосования. И набравшие наибольшее количество голосов вошли в конкурсную комиссию. Это пятеро депутатов. Далее пятеро членов конкурсной комиссии был назначен губернатором. И губернатор руководствовался, самое главное, чтобы были представлены, так как у нас будущий мэр города должен руководить все-таки хозяйством, самое главное, у нас был представлен руководитель департамента строительства ЖГХ, энергетики и транспорта. Представителем комиссии мы избрали, уже комиссии избрали Михаила Викторовича Васильева. Затем также у нас представлены еще три человека, которые от губернатора. Это руководитель кадров, специалист по работе по местному самоправлению и также представитель губернатора окружного собрания. В качестве методов оценки кандидатов будет применяться оценка представленных программ, резюме, иных документов и собеседования. Последняя конкурсная комиссия проведет отдельно с каждым из кандидатов. Собеседование будет личное. Если кандидат не пришел на комиссию на 30 января, 10 часов утра, то считается, что он снял свою кандидатуру. И, соответственно, он не будет рассматриваться уже. Конечно, путем собеседования. Как раз путем собеседования будут являться его личности, умение разговаривать с людьми, умение договариваться. У нас, потому что по положению именно тоже критерий такой есть. Умение договариваться, умение разговаривать с государственной властью, потому что это очень важно для муниципалитета. После отбора конкурсной комиссии не менее двух кандидатов будет представлено городскому депутатскому корпусу. Им предстоит открытым голосованием на сессии простым большинством голосов избрать одного кандидата на пост градоначальника. Сессия состоится в феврале, а к исполнению полномочий новый мэр приступит уже в марте. Мария Владимирова, Вадим Носкин, Телеканал Север.